Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня вашему вниманию я бы хотел представить видеопрезентацию к постерному докладу, посвященному тематике оптических исследований магнонного базайнштейновского конденсата в пленке железоитривого граната. Данная работа выполнена коллективом авторов совместно трудом лаборатории квантовой магноники Российского Квантового Центра и научной группой магнитоплазмоники и сверхбыстрого магнетизма Российского Квантового Центра под научным руководством Владимира Игоревича Белотелова. Для начала хотелось бы сказать, что в настоящее время исследования базайнштейновского конденсата магнонов представляют большой практический интерес из-за возможности применения таких свойств, таких систем для создания квантовых вычислительных процессоров и других квантовых устройств. Обычно магнонный бэк существует в области магнонного возбуждения, однако в данной работе, в основных результатах, которые описываются в данном постере, мы демонстрируем непрерывное существование магнонного бэка вдали от области магнонного возбуждения в тонкой однородной пленке железоитривого граната, которая помещается в перпендикулярное к плоскости образца однородное внешнее магнитное поле H. В исследованиях используется оптический метод, который нам позволяет изучать и получать пространственные распределения по амплитуде и фазы когерентных магнонов. Собственно, основные эти идеи описаны в разделе «Введение» на постере. Далее хотелось бы сказать пару слов о магнонном базайнштейновском конденсате. Как известно, состояние магнонного бэка описывается волновой функцией, вот здесь она написана, формула номер 3, где φ и θ являются фазами прецессии и углом отклонения на магнеченность. А Δω представляет собой разность между разной резонансной частотой малого возмущения, воздействующего на систему, и частотой прецессии магнонного базайнштейновского конденсата. Здесь идет аналогия с атомарным базайнштейновским конденсатом, в котором Δω играет роль магнонного химического потенциала, описывающего магнон-магнонное взаимодействие. Углы φ и θ могут иметь пространственные градиенты, и именно наличие в рассматриваемых системах пространственных градиентов могут приводить к появлению сверхпромодимости в системах магнонного базайнштейновского конденсата. Обычно магнонный БЭК образуется в области радиочастотного возбуждения образца, но, как известно, он может пересекать границы области возбуждения и заявления магнонной сверхпроводимости, как, в принципе, это было продемонстрировано в ряде экспериментальных работ в сверхтекучем гелии 3Б. Коэффициент гильбертовой релаксации гелия 3Б составляет величину порядка 10-8, и данный параметр позволяет магнонному базайнштейновскому конденсату распространяться на относительно большие расстояния от границы области возбуждения. В исследуемой нами пленке, созданной из железоитриевого граната методом эпитаксии на подложке из годолини галлиевого граната, скорость релаксации магнонов на 3 порядка больше, чем в сверхтекучем гелии 3Б, и гильбертов параметр затухания составляет здесь уже величину порядка 10 в минус 5. Поэтому важна, собственно, практическая ценность работы заключается в том, что мы как раз и хотели исследовать и получить характеристики тех расстояний, на которые магнонный бэк может распространяться в миллиметровых образцах, выращенных из железоитриевого граната. В текущих экспериментах нам удалось продемонстрировать, что магноны могут распространяться на макроскопические расстояния от области возбуждения. Нами предложен для исследования наших тонких плоских образцов пленок железоитриевого граната оптический метод считывания состояния магнонного бэка, основанный на эффекте Фарадея. Исследуемый нами образец выполнен из железоитриевого граната, имеет толщину 6 мкм, выполнен в форме эллипса с главной осью 4 мм, и второй ось составляет 1,5 мм в линейных размерах. Также, как я уже сказал, образец выращен эпитаксиальным методом на подложке из годолини галлиевого граната, толщина которого составила 500 мкм. Всю эту систему мы помещаем на полосок, на который подается радиочастотный сигнал. Таким образом, под воздействием поля радиочастотной накачки, подводим его через полосок, толщина которого в наших экспериментах составила 0,4 мм, и мы его поместили не на самый край, а на расстояние 0,6 мм от края образца, вдоль большей из оси эллипса. На резонансной частоте исследуемого образца, которая составляет для данной пленки величину 1,9 ГГц, мы возбуждаем при достаточной мощности накачки магнонный базайнштейновский конденсат, как раз когда угол отклонения на магниченности превышает критическую величину, которая для железо-итривого граната, это было продемонстрировано в ряде статей, исследование составляет величину чуть меньше 3 градусов. На магниченность под действием радиочастотной накачки отклоняется на определенный угол тета и прецессирует вокруг него частой сигнал радиочастотной накачки омега. В этом случае направление проекции на магниченности, который мы обозначаем МРОД, соответственно, это та на магниченность, которая находится в плоскости пленки железо-итривого граната, определяется углом ФИ, который состоит из трех слагаемых. ФИ радиочастотной накачки, ФИ, который, соответственно, отображает фазу магнона базайнштейновского конденсата и добавки омега-Т. Где омега-это частота сигнала радиочастотной накачки. Мы используем неоднородное поле накачки, поэтому фаза МБЭКа зависит от величины внешнего магнитного поля. В наших экспериментах для оптической схемы считывания мы использовали диодный лазер с длиной волны лямбда 520 нанометров, излучение которого мы фокусируем на нашем образце, на нашей пленке с помощью собирающей линзы и треугольной призмы БК-70, показатель преломления которой составляет 1,52. Призма приклеивается иммерсионной жидкостью на подложках к долине галевого граната. И, соответственно, используя такую конфигурацию зондирующей схемы, а вся оптика у нас передвигается, чтобы выполнять пространственное сканирование образца вдоль большей из полуосей, подобная схема, она нам позволяет получить углы падения порядка 22,5 градусов на границу уже непосредственно воздух подложка железоидливого граната. Более того, такая зондирующая конфигурация позволяет нам достигать, хоть мы и работаем с миллиметровыми образцами, но на дальнейшую перспективу наши установки уже эффективно могут работать с пространственной разрешающей способностью чуть меньше 20 микрометров. Это далеко не предел, эту величину мы тоже стараемся совершенствовать, чтобы выполнять более точное пространственное сканирование, а также локальное исследование отдельных областей в наших образцах тонких пленок железоидливого граната. Свет, который проходит через пленку, отражается, соответственно, от границы раздела ЖК-воздух и снова проходит через пленку, а затем он направляется на призму Ластона, который ориентирован под углом 45 градусов относительно исходной поляризации света лазерного излучения. Таким образом, ортогонально поляризованные компоненты света детектируются уже на выходе из призмы Ластона балансным фотоприемником. Здесь важный момент, что для оптической регистрации сигнала на частотах резонанса мы используем оптическую схему с гетеродинированием. Частота лазерного излучения нами модулируется на частоте, сдвинутой на 10 кГц частоты резонанса. Таким образом, появляется модуляция сигнала на разностной частоте, которую мы и меряем фотоприемниками. Понятное дело, результирующий сигнал содержит информацию о фазе и амплитуде прицессии намагничивания. И подобная схема позволяет нам работать в тех областях наших приемников, где соотношение сигнал-шум для нашего лазера и приемников является наименьшим. Таким образом, мы можем работать с сигналами достаточно малых амплитуд и мощностей накачки исследовать таким образом. Как я уже говорил, вся система является оптической зондирующей. Телоскопическую систему мы используем для юстировки системы. Как раз диафрагма позволяет нам вырезать сигнал и получать пространственную разрешающую способность максимальную для данной установки. И таким образом, выполняя пространственные сканиры, делая небольшие и меняя внешнее магнитное поле, которое является однородным, величину ее амплитуды с небольшими шагами, мы можем строить пространственные распределения для амплитуды и фазы магнонного бэк в наших образцах. Собственно, что изображено на рисунке 2. Здесь вы можете видеть, что при уменьшении магнитного поля H, которая, соответственно, составляет ось Х на нашем рисунке, также изменяется химический потенциал мюни равновесного магнонного газа, ну и как следствие его плотность ρ, и образуется магнонный базайнштейновский конденсат. Вот если мы как раз шагаем с правой стороны налево. Чтобы измерить плотность возбужденных когерентных магнонов за пределами области возбуждения, мы перемешали оптическое сканирующее пятно вдоль главной оси образца, собственно, как я и упомянул ранее. Таким образом, практически везде в образце нам удалось пронаблюдать формирование когерентной прецессии, что изображено на рисунке номер 2. Магноны в области возбуждения, которая располагалась по координате, координата положения вдоль образца, это у нас ось Y, то есть вот полосок возбуждающий, он располагался как раз где-то в этих координатах на расстоянии от 4,2 до 4,8 мм. И в этой области мы прекрасно видим, что магноны из области возбуждения переносятся за пределы области возбуждения током сверхпроводимости, возникающим из-за фазового градиента волновой функции магнонов, которая записана в формуле 3, которую мы упоминали ранее. Метод оптической регистрации прецессии на магничивание дает нам возможность измерять фазовый сдвиг прецессии на магниченности в зависимости от фазы радиочастотной накачки. Измеренные значения фазового сдвига в зависимости от положения вдоль образца и внешнего магнитного поля, которое здесь мы приводим не в конкретных значениях магнитного поля в эрстедах, а мы фиксируемся на линии, соответствующей ферромагнитному резонансу, и строим далее координаты в виде расстройки поля от ферромагнитного резонанса в эрстедах. И вот на рисунке 2b вы можете видеть, соответственно, распределение фазового сигнала вдоль наших образцов. Здесь мы можем отчетливо видеть фазовый градиент между областью магнонного возбуждения и остальной частью образца. Также вы можете видеть, это мы более подробно сейчас отобразим, то есть далее мы выбирали 4 положения поля фиксированных, и для них строили, соответственно, уже распределение в терминологии положения вдоль образца, это ОСИХ, и угол, соответственно, отклонения на магничность в соответствующей амплитуде магнонного БЭК, и фазу нашего магнонного БЭКа. И здесь уже совершенно отчетливо можно видеть вот этот самый фазовый градиент, который возникает между областью магнонного возбуждения и остальной частью образца. Именно этот фазовый градиент возбуждает сверхтекущий ток магнона из области магнонного возбуждения за пределы и вдоль, как раз до границ исследуемого образца. Здесь мы хорошо видим, что в областях ниже 1 мм по координате точность измерения фазы снижается, так как, ну, понятное дело, в этих областях мы имеем оптический сигнал достаточно малой амплитуды. Это же применимо, кстати, и к областям, которые превышают значение 4,7 мм по положению, потому что там уже находятся границы образцов, и мы чуть-чуть заходим сканирующим полем за границей, где уже, соответственно, мы не имеем никакой амплитуды от ЖИГа, и там уже как раз мы видим, что фаза у нас начинает гулять, потому что там у нас нет эффективного сигнала, который мы хотим исследовать. Таким образом, мы можем получать пространственные распределения, строить линейные зависимости для фиксированных положений, но в данном случае мы строили для фиксированных значений магнитного поля, чтобы как раз продемонстрировать наличие тока сверхтекущейся в системе и растекание магнонного бэка за пределы области возбуждения, собственно, что тут как раз прекрасно и видно. Также мы можем исследовать пространственные зависимости, меняя мощность, подаваемую через радиочастотный полосок накачки, и вот здесь вы можете видеть приведенные зависимости для амплитуды и для фазы оптического сигнала. То есть здесь мы начинаем строить пространственные распределения для совсем маленькой мощности накачки, там 0,05 мВт. Дальше мы увеличиваем мощность накачки вплоть до максимального значения в 6 мВт, которое мы подавали на систему. И как раз мы здесь можем отчетливо видеть, как при увеличении радиочастотного поля накачки у нас в системе начинает формироваться магнонный бэк. Прекрасно также видны характерные сигналы и линии, соответствующие магнонному бэку, как по амплитуде, так и по фазе, при, соответственно, уже достаточно больших значениях мощности накачки радиочастотного поля. Таким образом, подводя итоги, хотелось бы сказать, что в данной работе нами был разработан оптический метод исследования прецессии на магниченности, который позволяет измерять локализованные амплитуды и фазы магнонного бэк с высокой пространственной разрешающей способностью, достигающей 20 мкм, а также измерять их полные, как полные, так и локальные пространственные распределения вдоль плоских образцов железо-ветрёвых гранатов любых конфигураций. Но в нашем эксперименте, чтобы избежать краевых эффектов, мы стараемся травить образцы эллиптической или круговой геометрии, то есть тонкие диски или тонкие эллипсы. Также нами было продемонстрировано, что соотношение фазы и амплитуды оптического сигнала аналогично полученным тем соотношениям, которые были получены в экспериментах по образованию магнонного бэк в антифермагнитном сверхпроводящем гелии 3b. И это лишний раз подтверждает образование магнонного бэк в проведённом нами эксперименте в тонких плёнках железоидрового граната. Более того, магнитооптические методы визуализации крайне полезны и необходимы для изучения квантовой динамики магнонов, а также для разработки квантовых устройств на их основе. В будущем наша научная группа планирует разработать различные типы магнонных кубитов и исследовать возможные взаимодействия между ними, как фазовые, так и амплитудные, для создания квантовых вентилей, квантовых процессоров и квантовых компьютеров. В конце моего доклада мне бы хотелось выразить отдельную благодарность российскому квантовому центру, лаборатории квантовой магноники, научной группе магнитоплазмоники и сверхбыстрого магнетизма. И также среди благодарности упомянуть, что наши исследования были выполнены при поддержке госкорпорации Росатом в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям. Номер договора 8681315152021 от 5.10.2021. Благодарю вас за внимание, коллеги. Если у вас будут вопросы, буду рад ответить на них в чате, в любом дистанционном формате. Также ниже привожу список литературы, который мы хотели бы упомянуть в тексте постера и в наших небольших тезисах, а также контакты авторов, соответственно, к которым вы можете обращаться напрямую либо через почту, либо писать ваши вопросы в чат школы-семинара «Волны». Мы с радостью на них ответим. Спасибо вам еще раз большое за внимание и до новых встреч в эфире. До свидания. Спасибо.